Друзья мои, всем привет! Я вас сразу же попрошу поставить лайк этому видео, потому что в конце я, как правило, забываю про это сказать. А сегодня на самом деле я буду рассказывать вам очень важную информацию, которая просто может перевернуть вашу картину мира полностью, и вы наконец-то поймете, как на самом деле влюбляются другие люди. Но давайте разбираться по порядку. Почему может влюбиться мужчина в женщину? Какие существуют причины? То есть почему влюбляется мужчина? Я могу так вот на вскидку выделить 4 основных причины. Первая причина это потребность в принятии. То есть мужчине, допустим, как-то немного грустно, немного одиноко, он хочет найти человека, который бы его понимал, который бы его принимал, который бы его уважал. И вот он находит девушку, которая все это делает. И он начинает говорить, что она не такая, как все, она единственный человек, который меня понимает, с которым я могу там чем-то поделиться, да. И поэтому я в нее влюбился. Вторая причина это потребность в эмоциях. Жил мужчина, ну как-то скучно жил, вот ничего у него такого особого в жизни не было. И тут вдруг появляется девушка, которая просто вызывает в нем ураган вот этих чувств и эмоций. Он сегодня зол на нее и готов ее убить. Завтра он счастлив, как ребенок от того, что у них там было классное свидание. То есть она его раскачивает на эмоции. Он получает вот всю гамму, вот всю бурю этих эмоций, то любит, то ненавидит. И он влюбляется вот в это, в свое эмоциональное состояние. То есть он говорит, что я наконец-то почувствовал, что я живой. Третья причина, по которой влюбляется мужчина, это наличие какой-то идеализации в голове. То есть в голове каждого практически мужчины есть картинка о том, как должна выглядеть идеальная женщина. И что она должна делать. Эта картинка может быть где-то взята из каких-то фильмов. Или каких-то может быть вообще детских сказок. Может быть это образ мамы. Или образ какой-то там первой своей девчонки из детского сада. У всех по-разному. Но образ этот есть. И вот когда мужчина встречает женщину, которая попадает в этот его образ, у него вот переклинивает. Все, это она, я ее наконец-то нашел. И четвертая причина, по которой влюбляется мужчина, просто так. Просто пришло время влюбиться. Поэтому девушка, которую он встретил, показалась ему какой-то красивой, необычной, интересной, умной, остроумной, яркой, смешной. То есть он находит какое-то в ней качество, цепляется за это качество и просто начинает ее выделять среди всех и говорить, это она. Потому что вот она не такая там, как все. И как думает большинство женщин? Большинство женщин думает, что сначала мужчина находит какую-то причину, почему он влюбляется в женщину. Потом он входит в состояние влюбленности. То есть ему хорошо, приятно, там сердце у него вьется иногда почаще. И только потом мужчина начинает совершать действия, которые делает влюбленный. Там звонить, писать, хотеть увидеться. И это все как бы фантазии женщин о том, как существует вот этот процесс влюбления в голове мужчины. Но на самом деле вы вообще можете забыть про все эти причины, которые я вам сегодня назвала. Потому что это не что иное, как подгонка под какие-то обстоятельства и факты. На самом деле мужчина влюбляется в тот момент, когда он начинает концентрироваться на женщине. Когда он начинает думать о ней чересчур много. Когда его внимание, его мышление зациклено на ней. И только после этого он начинает думать, так, а почему это я о ней так много думаю? Почему это я так переживаю за нее? И он уже найдет какую-то причину. Ага, ну потому что она мне дает эмоции. Или потому что она меня понимает и принимает. Или потому что она какая-то необычная, не такая, как все. И здесь женщины допускают очень много ошибок. Потому что как думает женщина? Она думает, что вот она встретила мужчину, который ей понравился. И она хочет его очаровать, его в себя влюбить. И она начинает думать, как я могу это сделать. Ага, я и начинает влиять на вот эти вот причины. То есть она начинает думать, как его раскачать на эмоции. Как дать ему вот это принятие. Как быть такой какой-то необычной, интересной, которая бы ему запомнилась. И когда она просчитывает все вот эти техники, все вот эти хаты. И начинает думать, как же мне его очаровать в себя. Понимаете, что происходит? Происходит очень странное. Она сама зацикливается на нем. Потому что она сама о нем слишком много думает. Она слишком много думает, как ему понравится. И это вообще просто тотальная ошибка. Потому что когда она воздействует на причины и ищет, как на них воздействовать. То в этот момент мужчина не влюбляется. Влюбляется она сама. И получается все то, что как обычно получается. Он меня не любит, а я его люблю. Хотя я как бы хотела как лучше, а получилось как всегда. Так вот, самое главное правило влюбления состоит в том, чтобы вызвать у человека те действия, которые совершает влюбленный. То есть когда мужчина начнет вам писать, звонить, думать про вас, строить какие-то планы совместные вместе с вами. То есть когда он будет делать действия, которые делает влюбленный человек, он так или иначе попадет в это состояние влюбленного. То есть у него начнут включаться какие-то гормоны. У него будет там пульс учащен. То есть он вот будет в этом состоянии. И когда он уже поймает себя в этом состоянии, он найдет абсолютно любую причину, по которой он будет говорить. А, ну вот почему я в нее влюбился. То есть он сам оправдает это свое все поведение. И поэтому еще раз, главная задача, если вы хотите влюбить другого человека, это сделать так, чтобы он совершал действия, которые делает влюбленный человек. И не каждый из вас понимает вообще, что это за действия, которые делает влюбленный человек. А если и понимает, то абсолютно не знает, как сделать так, чтобы другой человек совершал эти действия. Там, как заставить мужчину думать о тебе. Вот, мне кажется, один из самых популярных запросов на ютубе, и, кстати, надо сделать видео на такую тему. Так вот, действия очень простые, их существует очень много, но просто нам кажется, что это совершенно что-то не то, и это какие-то такие техники, о которых никто нам не говорит, и как это сделать, нам непонятно, и обладают ими, может быть, какие-то только суперпикаперы. На самом деле все не так. Вот сейчас вам расскажу вообще максимально простую технику, которая заставит мужчину совершать эти вот действия, которые делает влюбленный человек. Эта техника называется комплимент. Просто, когда вы говорите мужчине что-то хорошее, что-то приятное про него, когда вы его хвалите, он хочет повторять эти действия снова и снова, лишь бы снова и снова почувствовать себя таким. Давайте на примере. Скажите мужчине, ты выглядишь таким мужественным, когда ты зовешь меня на свидание? Все, мужчина будет снова и снова звать вас на свидание, лишь бы снова и снова почувствовать и увидеть в ваших глазах вот это ощущение того, что он мужественный. Но кто еще ему говорит, что он мужественный? Никто ему не говорит. А здесь, понимаете, он понимает, что чтобы быть мужественным, нужно звать вас на свидание. И если он постоянно будет звать вас на свидание, чтобы снова и снова почувствовать себя мужественным, то однажды он придет в это состояние влюбленности. Он подумает, блин, а что это я столько с ней хожу на свидание? Как бы что-то у меня так коленочки немного там трясутся. Может быть, я в нее влюбился? А, точно, я в нее влюбился, потому что она там не такая, как все. И придумает какую-нибудь историю про то, что она похожа там на его школьную учительницу. И таких фишек, которые зацикливают мужчину на вас, а не вас на мужчину, существует на самом деле много. И все их я собрала в своем новом курсе, который называется «Люби меня, люби». Это просто очень мощный курс, который позволит решить вам все любые ваши проблемы в ваших отношениях. Я разрабатывала его больше, чем 2 месяца. И этот курс подойдет как раз таки тем, у кого есть вообще сложности. Может быть, вы давно без отношений и не знаете просто, как общаться с мужчинами. Может быть, вы создаете какой-то краткосрочный интерес. То есть, на 2-3 свидания мужчине интересно с вами общаться, а потом он исчезает и пропадает. Или у вас какая-то ситуация, когда вас постоянно бросают, и какой-то есть, может быть, негативный опыт. Или вы просто мечтаете выйти замуж и создать какую-то крепкую семью. То есть, любые проблемы в отношениях решаются на самом деле одними и теми же методами. То есть, это коррекция своего поведения. То есть, опять же, поведение невозможно просто так поменять. Я вам скажу, не делайте это, а делайте вот это. Скажите так-то, и все будет хорошо. Нужно переходить на уровень выше. Уровень выше – это ваши убеждения. И как раз-таки на курсе мы достаем все эти убеждения, прорабатываем их. И потом уже последствия вам проще. И вы просто на раз переключаете свое поведение и по-другому реагируете, по-другому ведете себя в присутствии мужчин. И они, конечно же, вами очаровываются. Что вы получаете после прохождения этого курса? Первое, что вы получаете – вы полностью перепрограммируете свое прошлое. То есть, вы находите какие-то мысли-вирусы, какие-то программы вредоносные, которые есть в вашей голове. Какие-то ограничивающие убеждения, которые влияют напрямую на вашу жизнь. То есть, вы перепрограммируете себя. Вы меняете свои привычки мышления. Второе, что вы получаете – вы получаете новое состояние. Состояние – это то, что привлекает других людей. Это то, что привлекает не только мужчин, но и вообще всех вокруг. И когда вы проработаете свое состояние, вы почувствуете, что вы стали абсолютно другим человеком. Третье, что вы получаете после прохождения курса – это, наконец-то, вы понимаете, что на самом деле нужно мужчинам и как им это дать. И четвертое, самый такой вот мега практичный, помимо того, что мы проработаем полностью ваше состояние, ваше прошлое, я расскажу вам про какую-то теорию, на самом деле, что нужно мужчинам. Вы получаете конкретные техники, фишки и приемы для влюбления. То есть целая лекция будет посвящена именно готовым уже шаблонным фразам, конкретным приемам, которые вы можете применять прямо сегодня. Но опять же, я не стала просто давать эти приемы, потому что, чтобы изменить свое поведение, чтобы использовать эти приемы, чтобы их внедрить в свою жизнь, вам нужно поработать над своим мышлением. И поэтому сначала мы работаем над тем, что есть в вашей голове, а потом уже я вам даю все эти техники, которые работают 100% и принесут вам такой результат, о котором вы даже, может, и не мечтали. Поэтому, если вы, наконец-то, осмелились решить все свои проблемы в сфере отношений, да, то есть получить, наконец-то, в сфере отношений то, что вы действительно хотите, то я вас всех жду на своем курсе. Ссылка на сайт в описании, там вы можете прочитать более подробную информацию про курс, что конкретно вас ожидает на каждой из видео лекций, и там же, конечно, оплатить. Но, опять же, сразу про оплату скажу, если вы не из России, то у вас могут возникнуть сложности с оплатой. Тогда напишите мне в Instagram или на электронную почту, и я скажу вам, какими другими способами еще можно приоплатить этот мой курс. И, конечно же, всегда, когда я запускаю какой-то свой новый продукт, я делаю на него максимальную скидку. Поэтому в течение пяти дней вы можете купить его по суперцене. В общем, все подробности на сайте, ссылка в описании. Любите и влюбляйте! Пока-пока!